В предыдущем большом уроке мы разобрали торговый интерфейс, и я подробно объяснил, что такое стакан. Давайте закрепим в двух словах эту информацию. Стакан — это заявки пользователей на покупку и продажу какого-либо актива, в выражении какого-либо другого актива, в данном случае биткоин относительно USDT. Если мы, допустим, введем сюда тикер BTCRUB, то мы попадем на валютную пару биткоин к рублю, и здесь уже будет выражение в стакане биткоина относительно рублей. То есть это вот цены в рублях — миллион четыреста. Мы разобрали кратко, что такое ликвидность. Ликвидность — это объем в стакане, это объем торгов. И видите, как график прерывисто выглядит. Это не ликвидный график. То есть если мы сравниваем биткоин к рублю, валютную пару, и сравниваем валютную пару биткоин к USDT, к криптодоллару, криптодоллар — пара ликвидная. Это вообще самое ликвидное, что есть на рынке. Окей. Ликвидная — это значит много объемов торгов, даже в каких-то коротких дистанциях. Если мы торгуем не ликвидную пару, это тоже возможно. Тогда мы не внутри дня сделки открываем, а, допустим, заходим в эту пару и сидим там месяц в этой сделке. Ну, допустим, вот как я это делаю по своему основному торговому счету. Теперь, что такое вот стакан в двух словах? Это заявки покупателей, продавцов на покупку или продажу, которые мы можем либо исполнять, либо присоединиться к ним. Например, давайте фиксируем текущую цену. Вот, допустим, текущая цена на этом уровне. Не важно, сейчас она будет вверх-вниз скакать. Нам это не важно. Но вот она на текущем уровне. Вот она на текущем уровне. И давайте даже вот так вот уберем. Вот у нас цена. Все, что выше вот здесь, это заявки в стакане на продажу. Вот они красненькие. Давайте для простоты укажу их красным. Ну, видите, тут цена сейчас падает. Не обращай внимания. Мы смотрим именно в моменте. Вот так вот оно было. Все, что ниже цены вот здесь, это заявки. Вот они снизу на покупку. Это зелененьким. А вот это текущая цена. Текущая цена дорожается. Вот здесь вот она. Текущая цена. Вот. Вот она. Все, что выше красненькое, заявки на продажу. Все, что ниже, зелененькое, заявки на покупку. Таким образом, если у нас большой объем заявок на покупку вот здесь вот есть, мы большой объем закидываем в маркет. И исполняем вот эти заявки. Допустим, большой объем закинули в маркет на продажу. У нас часть заявок отсюда исполнилась. Мы опустили цену. Вот так вот чуть-чуть вниз. Вот, и цена там чуть-чуть опустилась Мы часть этих заявок съели, грубо говоря Ну там ниже, понятное дело, еще заявки есть Я это не стал рисовать Но вот и часть этих заявок съели То есть здесь уже нету заявок на покупку Потому что мы их съели, мы их исполнили, их больше нет Заявки ниже текущей цены Параллельно цена опустилась И вот эти вот продавцы тоже подтягивают вслед за тем, как цена опускается Свои сделочки вот сюда, вот сюда, вот сюда И вот у нас цена опустилась, и вот такая картина наблюдается Всегда, когда идут какие-то колебания, допустим, кто-то покупает уже в этот раз И он выкупает вот часть объема вот этого Вот часть объема вот этого выкупается, допустим Цена поднимается, и вот она уже тут находится Выкупается вот эта часть объема Ну понятно, там сверху тоже сделки на продажу есть Они там большие, их там довольно много Вот куда ни мотай, вот так их много-много-много То есть они туда вверх идут Ну и покупки вот туда много-много вниз Это вот все дело тоже вот двигается вот сюда, вот сюда То есть цена, она не просто так ходит Мы видим цену, но не видим, сколько над ценой в моменте было продавцов и покупателей И что это значит? А это значит, что если вот здесь вот, допустим, объема не будет на покупку Объем, ну, допустим, не успел подтянуться с ценой, она моментально выросла Он был вот здесь, чуть-чуть начал подтягиваться вот сюда И приходит продавец, даже с маленьким объемом Не то, что миллион долларов, да там 10 долларов закидывай Тут вообще, видите, в новом примере нет вообще ни одной заявки 10 долларов закидываешь, и ты сразу запускаешь цену вот сюда вот Исполняя там чуть-чуть отсюда 10 долларов То есть мы можем опускать цену и поднимать ее тоже, не имея большого объема Если в стакане там этого объема не будет И наоборот, если вот здесь вот в стакане прямо огромный-огромный объем на покупку То пока весь этот объем на покупку не съедят Мы не увидим цену туда вот ниже, она не пойдет То есть чтобы опустить цену в данном случае Нужен просто огромнейший объем, который должны влить в маркет Ну и цена по факту ниже не пойдет, она будет тут колебаться, колебаться, колебаться Только либо в случае, она пойдет вниз, если прямо огромный объем зайдет на продажу Либо если вот этот вот объем просто отменит ордер Вот, мы можем встать вот сюда тоже в стакан Встать в покупку или в продажу по стакану, ждать пока нас исполнят Либо исполнять другие ордера самостоятельно по маркету Вот, объем снизу сверху называется ликвидность Чем ближе к цене, чем больше объема ближе к цене Тем более ликвидный считается инструмент Биткоин, видите, торгуется внутри дня Торгуется он довольно активно, объемов тут довольно много Почему? Потому что это ликвидный инструмент Здесь очень много, ведь мы открыли диапазон цен в 1 цент И вот каждый цен здесь, ну не каждый, он практически там каждые 10 центов При том, что биткоин 20 тысяч долларов стоит на минуточку Какие-то сотни и тысячи долларов тут имеются Если мы открываем, допустим, чуть-чуть побольше Округление до доллара, например Видите, тут уже каждый доллар абсолютно Тысячи, тысячи, тысячи То есть каждый доллар движения вверх-вниз Заявки на тысячи, а то и десятки тысяч долларов При том, что биткоин 20 тысяч долларов стоит Если мы округлим его еще сильнее Допустим, до 100 долларов То на каждые 100 долларов вверх и вниз Приходится уже миллионы долларов в стакане Это называется высокая ликвидность То есть много тут, соответственно Сделочек на покупку, на продажу Находится в ожидании Вот и чем ниже мы берем То есть если мы возьмем, окей, 19 тысяч 160 долларов Вот диапазон текущей цены До девятнадцать тысяч 1160 долларов. Тут будет какой-то объем покупателей. И чем ниже мы этот объем берем, допустим, с 19160 еще вот до 19060, тем больше тут будет этот объем покупателей. Вот, тем больше, тем больше, тем больше, тем больше. Если мы еще ниже опускаемся, допустим, до 1000 долларов, а почему бы и нет? Давайте опустимся до 1000 долларов, вообще огромный график откроем. Настолько огромный, чтобы вы понимали, что вот эти вот точки, это только что я рисовал огромный этот объем. Даже не до 1000, а вот до 10 000 долларов вот сюда. По сравнению с теми точками, Здесь будет огромнейший объем на покупку То есть чем туда вот ниже, тем больше этот объем И также это работает наверх То есть если у нас будет Какая-то цена вот сюда вот К 30 тысячам долларов в теории стремится То вот в диапазоне текущей цены До 30 тысяч долларов, вот тут вот объем Огромнейший и самый огромный объем, вот там будет наверху Почему? Потому что всегда будет Много желающих купить дешевле и продать дороже Чем дешевле, тем лучше, чем дороже, тем лучше Ну, соответственно, как-то так Мало кто там плюс-минус 1 цент Торгует, много кто Хочет там плюс-минус 1000 долларов на биткоине Поймать. Вот это все Зависит от масштаба графика Весь этот объем, вся эта ликвидность Ну и обратите внимание, это можно посмотреть На графике самостоятельно Вернее в стакане самостоятельно Округлив, то есть 1 цент Тут одни объемы, округляем до 100 долларов Тут вообще другие объемы, то есть Там тоже высокие, но тут вообще миллионы Долларов уже пошли, вот И если, например Мы сейчас выставим заявку, давайте я вам покажу Как это выглядит, лимит Цена. Мы хотим Чтобы мы купили биткоин Вот по вот этой цене 19135, почему бы нет 19135 Покупаем, допустим, на все Доллары, на 99.94 Нажимаем купить Вот мы встали вот сюда, вот у нас в ожидании И заявка наша исполнится только в тот момент Когда вот это все пройдет до нас И обратите внимание, очень удобно это выглядит Я округлил до 10 долларов И в стакане мы видим у нас 19135, это округляется Ну в 19-130 Вот и мы попали вот сюда В 19-130 Вот тут точка указана, где наш ордер стоит По какой цене И все, что вот от текущей цены Вот сюда вот вниз, 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 вниз До нас Это все исполнится в первую очередь Потом исполняемся мы Кто-то там также плюс-минус по нашей цене И вот туда вот вниз, вниз, вниз Цена тоже уходит И исполняются уже те, кто внизу Это в случае, если цена будет падать То есть кто-то будет распродавать Вот в этот вот объем Обратите внимание, какой здесь объем суммарный Тут 10 тысяч долларов Тут 300 тысяч Тут 200, 200, 100 тысяч 370 тысяч Только потом мы Ну где-то около миллиона долларов То есть если прямо сейчас кто-то зайдет И по маркету вольет миллион долларов В продажу Вот продать Маркет на миллион долларов То есть всего Миллион долларов пишет Нажмет продать Он моментально цену опускает где-то до нас И мы закупаемся Причем, обратите внимание Здесь закупаются все те В этот миллион долларов Кто выставлял тут, 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 тут заявки И мы в том числе Где-то вот тут внизу закупаемся А этот человек Кто на миллион долларов продаст Он сначала продаст Чуть-чуть вот здесь Чуть-чуть тут продаст Чуть-чуть тут продаст Тут и до нас дойдет В итоге Средняя цена его продажи Будет где-то вот Ну примерно здесь Ну там надо складывать объем И делить Ну понятно Ну примерно визуально Вот здесь по 19, 160 То есть если человек на миллион долларов продаст В один клик Он продаст по средней цене Вот этой То есть он опустит цену От текущего уровня Моментально туда на 0,3% А средняя цена у него входа Будет в сделку в продажу На 0,2% ниже Чем текущая цена Чтобы вы понимали На сколько это много Ну это много Ну хотя 0,2% Внутри дня ничего То есть вы видите Цена туда-сюда на 0,2% ходит Но это только потому Что мы находимся на самой крупной бирже Где миллион долларов Ну там на 0,2% Цену меняет Если мы на бирже поменьше будем сидеть То там ликвидность может быть поменьше А если ниже ликвидность Это что значит Это меньше объемов в стакане Близко к цене И миллион долларов там Может цены там Вверх-вниз опустить Поднять уже на 2% Например Вот здесь это невыгодно На большой объем Как правило Все закупаются Именно лимитами Потому что большой объем Двигает рынок И никто не хотел бы Миллиард долларов В рынок вкинуть И поднять его сразу в два раза То есть фактически Если вы вкидываете в рынок Миллиард долларов Выкупая все-все-все Вот тут И он поднимается в два раза Вы в два раза дороже покупаете Актив Чем он стоил До нажатия вашей кнопки До нажатия кнопки вами То есть Вы Кормите всех тех Кто Вот там вот Вверху продается То есть кто-то купил внизу Раз заместил заявки на продажу вверху И вы Выкупаете 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 Все вот это дело Ну и Кто-то фиксирует Об вас прибыль Вот Ну мы можем отменить эту заявку То есть кратко по стаканам Мы разобрались Такое напоминание Как это работает Немножко подытожили По поводу стаканов Дальше Разберемся более детально С ордерами Корректор А.Егорова Продолжение следует...